Прошло ровно сто лет с начала Первой мировой войны. Несмотря на то, что боевых действий на территории Чувашии не было, наши соотечественники не остались в стороне и защищали Родину наравне со всеми. Мужчины заняли позиции на фронте, а женщины в тылу. Мало кто знает, что на территории Чувашской республики были организованы лазареты для беженцев и военно-пленных. В здании Института усовершенствования врачей открылась выставка, посвященная чувашским медикам. Центральное место нашей экспозиции занимает макет военного лазарета. Времен Первой мировой войны, где вы можете видеть фотографию из фондов Алатарского краеведческого музея. Здесь же вы можете видеть макет Сестры Милосердия времен Первой мировой войны, макет пулемета «Максим» и ящик немецкого производства с медикаментами и снарядный ящик. Кроме того, интересным экспонатом нашей выставки является письма солдат времен Первой мировой войны, написанное на чувашском языке. Это действительно письма Аксентия Данилова, служившего на фронте. Кроме того, здесь представлены письма медицинских фетшеров. Помимо медицинских инструментов, лабораторного оборудования и одежды, в выставочном зале представлено нечто не менее ценное. На стадах с фотографиями описаны боевые подвиги чувашских медиков. На данной выставке мы подготовили материалы о медиках чувашии. То есть не только о врачах, но и о санитарах, санитарных инструкторов, сестрах милосердия, которые не только в крайне экстремальных военных условиях оказывали помощь больным и раненым, но и в Тулы тоже оказывали помощь эвакуированным солдатам. Григорий Алексеев посвятил жизни изучению историю медицины чувашии. Поиск и отбор экспонатов для выставки – его заслуга. Труды директора музея уж точно не будут напрасными. После закрытия выставочные экспонаты обретут новую жизнь. Этот отдел является у нас как бы передвижным. Будем показывать не только в этом здании, а через некоторое время переводится в другое здание учебного заведения, а после этого еще будут курсировать по районам республики. Ни для кого не секрет, что Первая мировая война долгое время была на втором плане. Ее события недостаточно освещались в литературе и кинематографе. Посещение выставки о военных медиках – уникальная возможность окунуться в атмосферу времени, о котором нельзя забывать. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика.